Всем привет на канале Тимур 11 ТВ Наступил, я вас поздравляю с новым 2020 годом Видите у меня календарик Сейчас я вам подключу мелодию Ну и первая серия в этом году у нас начинается с Тома Стоя Ну что, поехали, с новым годом тебя там строили В прошлой серии мы остановились на том, что прочитали целую главу 16 Теперь нас ждет глава 17 Ну что, поехали Совсем бы так весело было в маленьком городе В тот тихий субботний вечер Тут Аполли и Мэри сит И вся семья, миссис Гарпер Со скорбью обливаясь слезами Надели глубокий травм В городке всегда было не слишком-то шумно Но теперь в ней царила небывалая тишина Ну и кстати, вот Ну и вот, в прошлой серии Ну точнее, я сейчас вам вопросик такой придумал Че, как там Че, выходили в центр города Вот это Отмечать Новый год Бенгальскими огоньками Вот это и всем таким Пишите цифру 1, если ходили Или пишите цифру 2, или слово нет, если не ходили В следующую серию знаем Пишите цифру 1, или слово да, если не ходили Или пишите цифру 2, или слово нет, если не ходили В следующую серию знаем За какой вариант было больше голосов А сейчас поехали Жители занимались своими обычными делами Кое-как с рассеянным видом мало разговаривали И часто вздыхали Даже детям субботний отдых, казалось, был в тягость Игры у них не клеились И понемногу прекращались сами собой К концу дня Бакитачу грустно бродила одна По опустелому школьному двору И чувствовала себя очень несчастной Там не нашлось ничего, что могло бы ее утешить Ох, если бы у меня была хоть та медная шишечка, думала она Ничего у меня не осталось на память о нем Бекки подавила рыдание Вдруг она оставилась и сказала себе Это как раз тут и было О, если бы тот разговор повторился Опять я ни за что Ни за что на свете не сказала бы ему того, что сказал Но его нет Я никогда, никогда, никогда не увижу его Эта мысль окончательно сразила ее И она удалилась в слезах Потом пришла целая ватага ребят школьных товарищей Тома и Джо И все глядя через забор И поднимая голос из уважения к погибшим Вспоминали, как Том сделал то и то в последний раз Когда они увидели его и что сказал Джо Причем в любом самом незначительном слове им чудилось зловищее Пророченство И каждый в точности указывал место, где стояли погибшие мальчики И прибавлял при этом А я стоял вот так Как сейчас стою А он, как ты стоишь, совсем близко И он улыбнулся Вот так И на меня вдруг точно то нашло Так вдруг Жутко стало, понимаете Ну тогда я, конечно, ничего не знал А теперь вижу В чем дело Поднялись споры о том Кто в последний раз видел погибших живыми Многие приписывали эту печальную честь себе Причем слова их более или менее Обвергались показаниями прочих свидетелей Когда же, наконец, было дозрано Кто последний видел покойных И разговаривал с ними И разговаривал с ними Эти счастливцы Преисполнили с важностью А все остальные Глазели на них Разынули ты И завидовали Один бедный Мак И не найдя ничего лучшего Объявил не без гордости А меня том солье здорово Отколотил Как-то раз Но его попытка покрыть себя Слава не Увенчалась Успехом Ведь тоже могли сказать Сказать о себе Чуть не все остальные мальчики Так что лавры Его оказались дешевыми Школьники Разошлись Продолжая Благоверенно Вспоминать О погибших героях На другое утро Когда кончился урок В воскресной школе Церковный колокол Зазвонил не так Как всегда Медлительно И очень печально Эти плачущие Похоронные звуки Пазалось Вполне Подходили К тихой Задумчивости Которая царила В природе В то тихое Воскресное утро Горожане Стали собираться К церкви Останавливаясь На Папер Чтобы Шепотом Потолковать О печальном Событие Но В самой Церкви Уже Никто Не Шушукался Тишину Нарушило Лишь Унылое Шурхание Платьев Когда Женщины За нею Усаживались Усаживались На передней Скамье Затем Опять Наступило Многозначительное Молчание Прерываемое Лишь Журхими 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 А потом Священник Просто Руки И Начал Молиться Пропели Трохотельный Гимн За которым Преследовал Текст Я Ем Воскрес Не И Жизнь Затем Началась Проповедь И Священник В горячей Речи Стал Превозносить Погибших Мальчиков Он Изобразил Их Такими Добрыми Дороговитыми Умными Что в церкви Не осталось Ни одного Человека Который Не почувствовал Б Угрыз 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 Совести Каждый Спрашивал Себя Как же Не могло Случиться Что Он Не заметил Великих Достоинств Этих Несчастных Детей И Видел Только Их Недостатки Священник Рассказал Несколько Умилительных Случаев Из их Жизни У мальчиков Оказывается Был Нежный Великодушный Характер Слушатели Легко Могли Теперь Убедиться Как Благородны И прекрасны Были Поступки Необыкновенных Детей Вспоминали Со скорбью Что Покуда Эти дети Были Живы Те же Самые Поступки Казались Такими Озорными Проделками За которые Надо было Выпрыть Хорошим Ремнем Речь Священника Становилась Все Трогательнее Публика Все Больше Умилялась И Наконец Все Единосушно Присоединились К Ради К Реданиям Родственников И Сам Священник Не Сдержав Своих Чувств Проследился В Кафедре На Кафедре На Хорах Послышался Шум На Который Никто Не Обратил Внимание Через Минуту Скрипнула Входная Дверь Священник Отнял Платочек От залитых Слезами Глаз И Остолбенел Ну вот И все Мы Прочитали Половину Семнадцатой Главы Следующей Серии Нажим Вторая Половина Семнадцатой Главы Но это Мы уже Будем Считать В следующей Серии А сейчас Ставь лайк И подписывайся На канал Тимур Одиннадцать Киви Пока Пока Покеда Это будет Конечная Заставочка Напоминаю Ставь лайк И Подписывайся На Тимур Одиннадцать Тиве Если вам Что-то В моем Видео Не нравится Можете Влепить Даже Дизлайк Ну Дизлайк Это тоже Хорошо Главное Не пишите Мне Всяких Вот этих Плохих Комментариев Типа Тоже Помнишь Мне Еще Я вам Рассказывал Видео В В В В В В В В В Сентябре Что Мне Кто-то Написал Ну Пока Пока Покеда Пока